Повседневный макияж за 2 минуты, который повторит даже новичок. В конце видео скажите, какая помада подошла больше всего? Делаем макияж новой для меня турецкой косметикой Шейда. На подготовленную кожу наносим BB крем в оттенке Light. Он легко ложится, делая кожу увлажненной, ухоженной, с ровным тоном. Распределяем его влажным спонжем, вбивающими движениями. Затем наносим консилер. У меня 55 оттенок. Практически в тон BB крему. Он выравнивает оттенок и не подчеркивает морщинки. Наносим в технике лифтинг эффекта. Под внутренним уголком в виде перевернутого треугольника. И на внешний уголок к вискам. Распределяем прихлопывающими движениями. Затем в качестве контуринга будем использовать терракотовый бронзер. Несмотря на сухую текстуру, он увлажняет кожу за счет экстрактов масел жужеба и витамина Е в составе. Наносим на выступающие зоны и те зоны, которые загорают. Бронзатор придаст оттенок загара и легкий блеск. После этого делаем кожу свежей, отдохнувшей с помощью румян. У меня в седьмом оттенке. У румян нежная текстура плавно ложится на кожу и хорошо распределяется. Теперь стрелки. Это сухая подводка кохоль из натуральных ингредиентов. Внутри удобная палочка, которая делает глаза выразительными. Рисуем как обычно, начиная с направляющей и вытягиваем кончик, подтягивая ноготком. Так стрелка получится более острой. Затем прокрашиваем ресничный край этой же подводкой и заполняем межресничку. За счет сухой текстуры стрелка получается плавная и не подчеркивает мелкие морщинки. Обязательно прокрашиваем ресницы. Я взяла тушь. Все в одном. Она и подкручивает, и придает объем, и удлиняет. Начинаю красить от корней зигзагообразными движениями, постепенно продвигаясь к кончикам. Настало время макияжа губ. У меня две помады. Одна увлажняющая с глянцевым финишем, а другая стойкая с матовым финишем. Давайте выберем, какая больше подходит. Первая увлажняющая с теплым подтоном отлично ложится и увлажняет губы. Вторая приятно пахнет пигментированной с холодным подтоном. Особенность стойкой помады в том, что после нанесения ей надо подсохнуть. Тогда она не будет оставлять следов. По качеству мне понравились обе. Матовая очень красивая. Но под этот макияж, думаю, больше подходит увлажняющая. А вы как считаете? В итоге получился нежный макияж, который подойдет на каждый день.